20 национальных домов и каждый со своей историей, которая раскрывает культуру народов, проживающих в Самарской области. Основной принцип организации пространства комплекса – равенство. Каждая подворья имеет одинаковые размеры и свой выход к озеру. В домах планируется организовать интерактивную этнографическую комнату, национальную библиотеку, ремесленную мастерскую. В них будут представлены предметы быта и творчества. Все, что отражает особенности культуры и дух поселений. Очень приятно, что молодежь будет смотреть, будет знать, как жили их предки, как жили рядом люди, которые во время Отечественной войны победили такое зло, как фашизм. И это будет для сближения наших народов. Этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов» готов уже на 97%. Строительные работы проводились с учетом рекомендаций этнографов и архитекторов, а также национальных особенностей. Территорию осмотрели областные и городские власти. Все это согласовано с национальными культурными центром. И с учеными, с национальными культурными объединениями. Ну, то есть здесь есть на каждый дом дизайн-проект фактически, да? Да, да. Завершить строительные работы на большинстве объектов должны к концу августа. На открытие парка планируют приехать представители со всех стран. Аналогов этому комплексу в России нет. Уже сейчас в Самаре готовят экскурсоводов, с которыми работают ученые и этнографы. Мэри Елчан, Василий Калдашов, События.